Привет! Меня зовут Жан-Поль, я миллионер. Пожалуйста, ты скажешь, что мы с мужем и что мы вместе с Монакой? Что, блядь? Итак, дорогие друзья, всем привет! Сегодня будет очень короткий видос. Не успел я отойти от обзора на монархи, которые я считаю одними из самых крутых кроссовок в моей жизни и точно уж самыми лучшими найками, которые я носил за очень долгое время. Но опять вот я возвращаюсь с твоим таким стоком, когда ко мне, к сожалению, попадают найки, которого не то что говеные, а своего внимания вообще не стоит. Это просто у меня в руках сейчас лежит какой-то образец вранья маркетингового от найка. По-другому я это никак вообще не могу назвать. Что это за кроссы? Это один из представителей линейки Joyride. Той самой линейки, которая обладает революционной, инновационной, по словам найка технологией, которая призвана для того, чтобы вот, блин, я не знаю, как здесь меньше воды, конечно, в это добавить, но чтобы кроссовки были инновационно мягкими и чтобы они принимали форму вашей стопы, когда в ней бежите. Лол, что? Потому что я вам открою, ребят, небольшой секрет. Практически любая обувь, которая имеет в основе пену, во время бега или во время ходьбы она и так принимает форму вашей ноги. Просто они решили сделать это еще более мягким удовольствием, типа, но ладно, перейдем к самой теме. Суть технологии заключается в том, что это якобы такая камера, внутри которой находятся вот такие вот шарики. Камер здесь находится в кроссовке несколько и они должны принимать форму вашей ноги, как-то там раздвигаясь, потом очень быстро возвращаясь. Во-первых, я не понял, почему найки еще не засудили за это, а может быть у них было просто какое-то секретное там соглашение с пумой. Я не знаю, потому что, как некоторые из вас знают, а если вы не знаете, то можете это загуглить. Как раз таки именно пума придумала такую штуку. Те кроссовки от пумы назывались джеминг, они есть в продаже до сих пор и их суть как раз таки заключается в том, что мидсол джемингов это как бы одна сплошная камера для как раз таки абсолютно таких вот шариков. И технология работает абсолютно по такому же принципу. Это как бы такой буст, но который не склеен, шарики которого не склеены между собой. То же самое придумала найки. Сразу скажу, инновационных каких-то ощущений я не почувствовал даже во время ходьбы, даже во время небольшой пробежки. Вы здесь ничего не увидите. Да, они мягкие, но не революционно мягкие. Здесь нет какой-то супер амортизации, когда тебя вперед там выталкивает. И даже если человек с тяжелым весом, например, как я, я вешу там 95 килограмм, если вы сильно приземлитесь на пятку, то вы даже почувствуете небольшой удар. В общем, штуковина очень спорная и свои 10 тысяч, которые просят за именно вот эти кроссы, это самый дешевый из этой линейки. Они вообще не стоят, то есть абсолютно никак. Если вы хотите потратить десятку, лучше найдите какие-то действительно классные кроссы, например, на том же зуме от найка, которые стоят дешевле, но которые работают лучше. Эти кроссы рассчитаны просто на людей, которые пришли в магазин, увидели, здесь типа шарики какие-то там, и они типа думают, вот так круто, давай за это отдам десятку. В плане их же применения эта десятка вообще себя никак не окупает, потому что сверху они устроены очень простенько. Внизу, кроме вот этой вот камеры разрекламированной, броской в глаза, вы здесь ничего больше не увидите. И, блин, вот как они могут называть это инновационным, как они могут говорить о том, что это придумали они, я так и не понял, потому что, блин, есть же та пума, о которой многие знают. Эти кроссы я вам советовать, конечно, не могу, по причине их просто огромнейшего ценника. Да, если для вас обувь это только мягкость и ничего более, у меня есть люди на канале, которые утверждают мне, что, блин, ты типа говоришь про буст, что это говно, потому что, типа, он мягкий очень и все, ты этого не шаришь. Ребят, у обуви и другие свойства должны быть, кроме мягкости. Например, та же поддержка. А поддержки у этих найков вообще абсолютно никакой нет, то есть ногу будет поддерживать только, ну, блин, ваша нога и ничего более. Ну и, в общем, у меня на этом для вас все, ребят. Не подумайте, что мне не нравится найк. У найка очень много классных кроссовок, но эти сто процентов не из их числа. Ссылки на все свои социальные медиа я оставлю в описании. Пишите под этим методом комментарии, подписки, лайки, колокольчики, все это без меня. Прекрасно знаете, что это все нужно делать. Всем счастливо!